В Риме 5 утра, а с нами Франсуаза Саган, разрыв по-римски. Луиджи пригласил её на коктейль, но это уже в последний раз. Она ничего не подозревала. И вот он отдаёт эту беловолосую женщину на растерзание львам своим друзьям. Сегодня он наконец-то развяжется с этой скучной, требовательной и претенциозной, а в общем-то, ничего особенно с собой не представляющей и вовсе не такой уж чувственной женщиной. Решение это он и сам не мог бы определить, как давно она у него зародилась, хотя принял его сразу, без колебаний, в порыве гнева, когда они были на Римском пляже. Именно теперь, через два года, он приведёт в исполнение. Герои попоек, празднеств, автомобильных гонок, с не меньшим азартом гонявшийся также за женщинами и самыми разнообразными, и на раз совершенно пустяковыми удовольствиями, и тем не менее редкостный трус в некоторых обстоятельствах. Он объявит сегодня своей подруге об окончательном разрыве. И как не смешно, для этой цели ему потребовалась вся кодла, сборище людей равнодушных и неискренних, а в общем-то, порой и довольно славных и благожелательных, словом тех, кого он называл «мои друзья». Последние три месяца он совсем издёргался, злился и нервничал по пустякам, а главное, явно избегал общества своей подруги. Короче, внутренне созрел для того, чтобы расстаться с этой скучнейшей Ингой. Скучнейшая Инга уже несколько лет считалась одной из первых красавиц среди гостей Рима, и, как с гордостью говорили друзья Луиджи, была самой красивой из всех его любовниц. Но вот минули два года, как проходит Бог знает, почему мода в одежде. И вот раздражённый до крайности Луиджи везёт в своей машине по-прежнему прекрасную, но уже безмерно ему опостылевшую беловолосую Ингу на коктейль, которому суждено стать прощальным. Ему самому казалось занятным, что в сущности он собирается избавиться даже не от этой женщины, а от некоего её образа, созданного окружающими. Ведь он хочет уйти вовсе не от этого профиля, от этих губ, этих плеч и бёдер, от всего того, что в своё время обожал, почти боготворил. Ибо человек он был чувственный, а от некой схемы, от образа символа, каким стала Инга для всех. Знаешь Ингу, но ту, которая с Луиджи? И напрасно он старался внушить себе, проезжая по улицам Рима, что она создана из той же плоти, что и он сам, что в жилах её бежит такая же кровь, всё равно ему чудилось, будто он везёт куда-то старую фотографию дамы в роскошном туалете, которая неизвестна как оказалась в его машине. И тем не менее, те два года, которым суждено кончиться нынче вечером, существовали. И чем более далёкой становилась для него эта шведка, тем ближе ему были его итальянские друзья, этот маленький мирок, где можно встретить кого угодно, единомышленников, отчаянных забияк, неразлучных приятелей и более или менее постоянной пары. Короче, он оставит свою любовницу и постарается сделать это по возможности с шумом и треском, чтобы отрезать все пути к отступлению. Нельзя сказать, что он был совсем уж посредственностью, но его компания породила у него страх перед одиночеством. Он привык, что рядом непременно должен быть кто-то из друзей, и ему было необходимо их одобрение. Ингу они приняли как некую вещь, как некую прекрасную вещь. Белокурая, синеглазая, длинноногая, неизменно элегантная, она сразу же стала объектом домогательств, так домогаются первого приза в спортивном состязании. Илуиджи де Санто, 30-летний уроженец Рима, архитектор, прекрасное прошлое, прекрасное будущее, стал обладателем этого приза, привел ее к себе, добился ее любви, порой ему удавалось даже вырывать у нее слова признания, и добился того, что эта северянка совершенно растворилась в их жизни, жизни южан. Впрочем, в этом не было никакого злого умысла, равно как и насилия. Луиджи был слишком жизнерадостен и слишком уважал в себе мужчину, чтобы силой подавлять чью-либо волю. Но те удивительные, те бурные времена давно канули, и теперь Инга все чаще сердилась. Все чаще и чаще слетали с ее губ слова, Стокгольм и Геттибург. Хотя он вообще-то пропускал мимо ушей все, что она говорила. Он много работал, и сегодня вечером, бросив на Ингу предательский взгляд, взгляд Яга, он вдруг почувствовал к ней какой-то интерес, что-то задело его любопытство, и он сам этому удивился, даже чуть-чуть встревожился. Через час-другой, он навсегда распрощается с этой женщиной, с этим прекрасным лицом, с этим телом и с этой судьбой, о которых он, в сущности, очень мало знал. Он, разумеется, тревожился вовсе не о том, как она воспримет их разрыв, ибо два года совместной жизни с человеком веселым, великодушным, но, в общем-то, далеким, вряд ли могут побудить на самоубийство женщину, тоже довольно веселую и великодушную, и, в конце концов, тоже не ставшую ему по-настоящему близкой. Скорее всего, она просто уедет в какой-нибудь другой итальянский город, а может быть, и в Париж, и вряд ли ему будет ее не доставать, или ей будет не доставать его. Инга подавила зевок, повернулась к нему и спросила своим спокойным голосом с легким акцентом, от которого его мутило вот уже второй день, кто там будет сегодня вечером. И когда он с улыбкой ответил «Все те же», она вдруг надулась. Быть может, она понимала, что их роман уже кончился, быть может, и сама уже начала отдаляться от него. При этой мысли древний инстинкт самца проснулся в душе Луиджи. Он подумал, что если бы захотел, мог бы сделать с ней все, что угодно, удержать при себе, завести с нею десяток детей, запереть ее в четырех стенах, мог бы даже, почему бы и нет, полюбить ее. При этой мысли он усмехнулся, и она, снова посмотрев на него, сказала «Что тебя так радует?» Скорее тревожно-вопросительным, чем веселым тоном, и это удивило его. «Так или иначе», твердил он про себя, проезжая площадь Испании, «Так или иначе, она что-то заподозрила». Полчаса назад мне звонили Карло, Джина и Умберто. И хотя она никогда не прислушивается к телефонным разговорам, впрочем, она бедняжка, ничего бы и не поняла, хотя и бегло говорит по-итальянски, все равно должна была почувствовать, что готовится что-то. Пресловутая женская интуиция. Во всяком случае, как кричали ему в телефонную трубку Гвида и Карло, сейчас самая пора с ней порвать. Он совсем погряз, такой обаятельный, такой блестящий мужчина не должен торчать третий год рядом с этим шведским манекеном. Они в этом уверены, а уж они-то его прекрасно знают, знают лучше, чем он сам себя. Так у них, по крайней мере, считалось уже целых 15 лет. И тем не менее, когда Луиджи, поднимаясь по ступенькам, взял Ингу под руку, его кольнуло неприятное ощущение, будто он ведет живого человека на кориду, вернее, даже в загон, где держат быков перед коридой. Ему показалось, что он сейчас в роли совратителя, который втягивает Ингу в какую-то недостойную игру. Едва они вошли, Карло тут же набросилась на них, именно набросилась, даже скорее обрушилась. Она смеялась, она смотрела на Ингу и заранее предвкушала удовольствие. «Дорогие мои», проговорила она, «Дорогие мои детки, а я уже беспокоилась». Он, естественно, поцеловал ее, и Инга тоже, и они вошли в гостиную. Луиджи слишком хорошо знал Рим с его салонами, и сейчас эти завихрения, эти водовороты, образовавшиеся вокруг них, убедили его в том, что все уже в курсе дела. Они ждали его появления, зная, что нынче вечером он порвет, и объявит об этом публично, с женщиной, правда, очень красивой, но слишком долго бывшей с ним рядом, порвет сынка Ингеборг из Швеции. А она, вроде бы, ничего не замечала, по-прежнему опиралась на его руку, приветствовала старых друзей, а потом вместе с ними направилась в буфет, готовая, как всегда, пить и танцевать, а потом, вернувшись домой, отдаться его более или менее пылким ласкам. Но вдруг ему показалось, что это менее всегда присутствовало в их отношениях, а вот более зависит только от него. Незаметно, будто в каком-то фантастическом балете, не совсем хорошего тона и чуточку жестоком, друзья полукругом обступили их. Они ждали, но чего, что он скажет этой женщине, как она ему надоела, что он даст ей пощечину, или разденет на глазах у всех. Вообще-то, он сейчас и сам затруднялся объяснить, почему в этот тяжелый осенний грозовой вечер он обязан объяснить этим маскам, таким знакомым и в то же время таким безразличным, что ему необходимо, что ему непременно нужно порвать с Ингой. Ему вспомнилось, как они говорили про нее, она не нашего круга, но приглядываясь к этому самому кругу, к этому сборищу шакалов, стервятников, к этому убогому курятнику и спрашивая себя, уж не опередила ли в данном случае слово его мысль. Впервые с тех пор, как он сошелся с этой молодой белокурой северянкой, с этой независимой красавицей, ставшей подругой его ночей, он с удивлением подумал, что сейчас она ему ближе, чем все эти люди. Подошел Джузеппо, как всегда красивый и веселый, он поцеловал руку Инге с почти драматическим выражением лица и лучше подумал, что он переигрывает. Потом снова приблизилась Карла, она озабоченно осведомилась у Инги, видела ли та последний фильм Висконти. Потом из толпы выбрался Альда с трагическим лицом и заявил Инге, что она будет лучшим украшением его загородного дома во осте. Надо сказать, Альда вообще имел склонность опережать события. Потом Марина, общепризнанная королева здешних мест, появилась откуда-то справа и положила одну руку на рука Флуиджи, другую на руку Инги. «Боже мой», проговорила она, «Как вы оба восхитительны! Нет, вы поистине созданы друг для друга!» Толпа, как говорят испанцы, затаила дыхание, корида началась. Но вот только бык, то бишь эта несносная Инга, безмятежно улыбалась. Все явно чего-то ждали от Луиджи, какого-нибудь намека или слова, короче, чего-то забавного. А он махнул рукой, чисто итальянский жест, выражавший не то отрицание, не то благодарность. Раздосадованная Карла, которую Луиджи действительно сказал, что разрыв произойдет нынче вечером, правда, не уточнив место действия трагикомедии, вновь бросилась в атаку. Что за ужасная духота, протянула она. По-моему, дорогая Инга, у вас летом не бывает так жарко, как у нас. Если память мне не изменяет, Швеция немного севернее, верно? Джузеппо, Марина, Гвида так и покатились со смеху. Однако Луиджи подумалось, что это вовсе не смешно, спрашивать, севернее или Швеция, чем Италия. На миг мелькнула даже мысль, что Карла не такой уж светочума, как утверждает Вог. «Я действительно думаю, что Швеция гораздо севернее Италии», ответила Инга спокойно, не без акцента, что придавало ее словам какое-то особое холодное безразличие, а возможно эта холодность вообще сквозила во всем ее облике. Так или иначе, «Должно быть потому, что у них нервы напряжены», решил Луиджи. «Они ведь ждут, чтобы я объяснился с Ингей в самых грубых выражениях. Значит, я должен это сделать». Но тут Инга скинула на него свои фиалковые глаза, а глаза у нее были действительно какого-то необычного, лиловатого оттенка. Именно это было, пожалуй, главной причиной ее шумного успеха в Риме натолпившихся вокруг нее людей сказала с вызовом «Луиджи, здесь ужасно скучно, ты не мог бы отвезти меня куда-нибудь еще». Словно грянул гром небесный, звякнул хрусталь бокалов, казалось, что даже прислуга близка к обмороку. Гул голосов затих, и Луиджи внезапно понял все. Между ними двумя вдруг установилось то, что обычно называют взаимопониманием. Они обменялись взглядами потемневших, правдивых глазах женщины уже не было вопроса, только безоговорочное утверждение «Дурачок, я же люблю тебя». И как бы в ответ на это в черных глазах присыщенного уроженца Рима вспыхнул наивный, истинно мужской и вместе с тем почти ребяческий вопрос «Правда?» Все смешалось. Люди, идеи, замыслы, сам конец вечеринки, все исчезло куда-то. Друзья вдруг повисли на потолке вниз головой, скручившись, как летучие мыши в зимние холода. Толпа раступилась, пропуская триумфально шествующую чету к их машине. Рим был все так же прекрасен, он был здесь, рядом, и в Риме была любовь. шествующий « шестью кошечка». Продолжение следует...